В Германии арестовано трое алжирцев. Двое мужчин и женщин предположительно готовили теракты в центре Берлина, возможно на площади Александр-Плац или в районе Чекпоинт-Чарли. Раньше там находился пограничный КПП между западным и восточным Берлином. Оба эти места популярны среди туристов и там всегда многолюдно. По данным спецслужб, задержанные связаны с группировкой Исламское государство. Один из алжирцев приехал в Германию под видом беженца, жил в лагере для мигрантов и поддерживал связи с исламистами из других европейских стран. Подозреваемых искали сразу в нескольких городах, в том числе близ Кёльна, где сегодня знаменитый карнавал открылся при усиленных мерах безопасности. Дополнительные патрули на улицах прежде всего для защиты женщин. После новогодних событий это особенно важно сегодня. Репортаж Ивана Благова. Сегодня в Кёльне женский день, а это значит, что согласно традиции, сегодня дамы бегают за мужчинами с ножницами. И если вы надели галстук, то будьте уверены, вам его укоротят. Зато вы получите компенсацию. Ань, бюдсен, поцелуйчик. И где поцелуй? Данке. Супруга ты этого не видела. Призывы полиции не одеваться в пиратов, штурмовиков империи, не приносить с собой предметы, похожие на оружие, были полностью проигнорированы. Сперва даже может показаться, что в этом году все как обычно, но потом понимаешь, сколько женщин и мужчин пришли в костюмы к секьюрити, агентов ФБР и полицейских. Своеобразная реакция на новогодние события, когда полиция не смогла защитить женщин. В прошлый раз мы были наряжены в жирафов. В этот раз мы хотели бы что-нибудь другое. Мы подумали, что раз в Кёльне сейчас актуальна тема безопасности, много всего происходит, то мы защитим Кёльн. Люди веселятся, они абсолютно расслаблены. Ни одна из запрошенных нами женщин, например, не сказала, что она чего-то сегодня боится. Мы тут из-за четырех тысяч полицейских. И где они? Не скажете? Мы их ищем. А вообще раньше мы не чувствовали себя такими защищенными, как в этом году. Меры безопасности действительно небывалые. Порядок во время карнавала будут обеспечивать две с половиной тысячи полицейских. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Тем не менее, некоторые мужчины, участники карнавала, все же держатся на стороже. Мне не очень спокойно, так как я слышал из новостей, что среди полицейских много курсантов. А курсанты пока не подготовленные полицейские. Поэтому я могу представить, что будут плохие новости. Мигрантов в толпе немного. Большинство из них носят цветные жилеты сотрудников безопасности. Они помогают полиции следить за порядком, хотя многие не говорят ни по-немецки, ни по-английски. Вокруг самого Кёльнского собора сегодня выставили карнавальное оцепление. Большая проблема пьяной мужчины оскверняют главный символ города. Мужчины справляют нужду на собор. Мы считаем, что это неприемлемо. Поэтому мы думаем, что нашему храму нужна охрана в нашем лице, охрана участников карнавала. Карнавал в этом году имеет огромное политическое значение. Если новогодний кошмар повторится, последствия для властей сложно даже представить. Накануне вечером были опубликованы результаты опроса общественного мнения. Он был проведен по заказу телерадиокомпании АРД. Опрос показал, 81% жителей Германии, считают федеральное правительство, не контролируют ситуацию с беженцами. Все эти настроения отразились на традиционных карнавальных платформах. Вот Европа целует ноги турецкому президенту Эрдогану. А вот Ангела Меркель ломают зубы об орешек с надписью «беженцы». Проблемы фундаментальные. Сложно выслать даже тех, кому уже отказали в убежище. Мы не можем их отправить обратно, потому что они дают ложные сведения в отношении своих имен и национальностей. Вы не можете их выслать, потому что родные страны их не принимают. Они не принимают их, потому что говорят, это не наши граждане. У самого Вольфганга Босбаха три дочери. Две из них прошли курсы самообороны, но все равно отказались ехать на карнавал. Впрочем, пока здесь все спокойно. Рядом с пунктом помощи женщинам, которые подверглись сексуальному насилию, скучают соцработники. В режиме готовности и психологи, но все надеются, работы у них сегодня не будет.